Настоящий шоколад – это продукт, который содержит совсем немного ингредиентов. Какао-тертое, какао-масло, сахар, ванилин и добавки по вкусу, например, орехи. Для промышленного производства шоколада применяется эмульгатор лицетин – натуральная природная добавка, которая делается из сои. В составе плитки этой придающей текучести шоколаду добавки должно быть не более чем 0,4%. Если это шоколад молочный или белый, он должен содержать сухое цельное либо сухое обезжиренное молоко и молочные жиры. В шоколаде не должно быть растительных жиров. Хотя по новому ГОСТу 2012 года при изготовлении шоколада допускается применение 5% от общей шоколадной массы улучшителей какао-масла и эквивалентов какао-масла. Но об этом должно быть написано на упаковке, и это прямо в ГОСТе прописано, что это должно быть читаемо, и потребитель должен видеть о том, что применяются вот эти два компонента. Калорийность у всех сортов шоколада одинаковая – примерно 500 калорий на 100 грамм. В таком же количестве плиточного лакомства около 50% сахара. Тем, кто заботится о фигуре, диетологи советуют включать в рацион не больше двух-трех долек в день после еды. Людям с лактозной непереносимостью противопоказаны молочный и белый шоколад. Но при этом можно включать в свой рацион темные сорта. Кстати, именно темный шоколад, по мнению ученых, стимулирует выброс эндорфинов – гормонов счастья. Какой бы сорт вы ни выбрали, на основе любого можно приготовить простой десерт, который наверняка поднимет настроение. Растопить плитку шоколада, добавить туда немножко или молока, или жирных сливок. Все это дело аккуратно на водяной бане смешать, добавить по своему вкусу, или алкоголь какой-то, который ему нравится, добавить ягоды, добавить пюре из фруктов, из ягод, добавить варенье, что угодно. Полученную шоколадную массу взбивают и подают в виде порционного десерта или фондю. Субтитры создавал DimaTorzok